Как купаем Краснодар, вот такие матчи. Ну что ж, ребят, как готовились к полуфиналу? Рассказывайте. Ну, каждый по-своему готовился отдельно. Я у себя, он у себя. Старались не играть вместе, чтобы не раскрывать все свои планы на сегодняшний полуфинал. Ну, исход вам уже известен, кто победит? Ну, конечно. Старший брат поедет там. Старший брат. Ваши противостояния, когда вы дома сколько играете, кто чаще побеждает? Ну, в последние 5 лет чаще Егор побеждает. До этого, когда ему было 6-10 лет, я чаще побеждал. Силу возраста. Отлично. А за кого вам больше нравится тут играть? За иностранный клуб, который вы выбрали, или же за футбольный клуб 2? За Уфу. За Уфу однозначно. Не знаю как, но она тут поинтереснее. И особенно, не основные футболисты в Уфе, а вот те, кто на банке сидят или даже за авто не попадают, они еще лучше играют. Суммарный счет будет одинаковый. Будет 3-й матч у вас против Уфы до забитого мяча. То есть золотой гол, а здесь он чуть не случился. Азер Алиев Власовым и добивание гол. Первый гол сегодня это Азер Алиев, по-моему, отмечился. Да, ну, конечно, в прошлом сутки Азер Алиев похож на всех остальных игроков Уфы, но по 77-му номеру мы его узнаем. И именно Азер Алиев становится автором первого мяча сегодня. Забивать, конечно, должен был Андрей Власов. Вот здесь. Ну, а здесь за то, что должны перебивать мяча. Да, два защитника на поле. Просто в дураках остались. Не разобрались, да. Своего полуфинального матча ожидает Александр Степин. Александр, привет. Привет. Как вообще тебе этот турнир? Интересно. Не помню, что в Башкирии пока сопроводились на турниры. Поэтому интересно будет принять участие. Ой, какой глупый фолл. Просто кнопку нажал с видимо у Филиппа. Здорово с опозданием и Алиев против Мэр. Это, наверное, такая война, в принципе, вряд ли пока возможно в пределах реального футбола. Но сейчас 85-ая минута первого матча. Опасный момент. Пенальти, гол! Азер! Думали ворвляет. Вы посмотрите на это. Азер Алиев 3-2 на 85-ой минуте. Больше всех порадовался Кирилл Фомер. Здесь, конечно, по голосу попросили. Изобрази космос, как ты лежишь на пляже. И он примерно это изобразил. При этом даже на повторе кажется, что практически не заделал Фомера. И второй участник у нас Дамир Мустаев, который также ожидает своего полуфинального матча. Ты был чемпионом НХЛ в 2015 году в городском турнире. Что ты забыл на турнире по кипрофутболу? Я вообще от турнира узнал случайно. Я знал, что в первой группе не хватало одного человека. Но я подумал, почему бы и нет. Ну и записался. Как давно вообще играешь в Pro Evolution Soccer? Два дня. Два дня? И уже в полуфинале данного турнира. Как так случилось? Как-то случилось отскоки, везение. Так и оказался. Хватит. Ну что ж, поздравляем. Легора Дорогова, который подтверждает свое первое место в группе А. Показывает, что он лучше второго места в группе В, который занял его старший брат. Филипп, ну, ожидания ли? Ну, я думаю, что 5-0. Первый матч был, да, тяжелый. Во втором просто взял преимущество в свои руки. Два гола забил, и брат побежал отыгрываться. А там просто три догрузил. Отправил его домой. Тяжело ли вообще против брата от родного играть? Ну да, есть некое такое ощущение страха. За то, что можешь потом получить. Да, да, да. Как это было. Подписывайся на то, что у нас есть. Дальний тренинг. Возле моего девять. Да. Слева два касания. Да, да? Принял, да? Слева два касания. Да, да? Дальний тренинг. Это мастерство. Сейчас, конечно, Александр Степен обрасывал. Кстати, приз сразу пускает. Мастер контратак. Потому что, не знаю, в реальности сети он бы обрадовался, если бы получил так и приз. Сейчас мы наблюдаем за вторым полуфинальным матчем Скорее всего, уже финалист нам известен Александр Степин Будет играть против тебя Как вообще, следил ли за его играми? Готовился или как-то? Ну, готовился не к нему, а к брату больше У меня было принципиально Следил, да, следил за все играми Его смотрел, примерно знаю, что он делает И попробую это как-то перекрыть И сыграть в свою игру Эмиль, расскажи, как тебе этот турнир? Ну, турнир интересный Видно, что все на высоком уровне Но и самое главное, что игроки сами получают эмоции Вот этого турнира понятно, что Если раньше была другая, так скажем, киберфутбольная дисциплина номер один в России Может быть, кто-то вообще впервые открывает для себя эту игру Ну, посмотрим, как участники пойдут дальше Как они будут дальше развивать свои карьеры И после этого турнира Может быть, кому-то действительно понравится Для кого-то это будет ступенька И скоро мы узнаем, там, из-за нового киберспортсмена Какого-нибудь песера из тех, кто сегодня играет Изгиб гитар желтой обнимательной Никто не собирается Но все собираются сыграть в финал Обнимая изгиб геймпадов Да, свои борьбы руками Это Александр Степин и Егор Дорогов Барселона Уфа разжидает матч Он уже потихонечку загружает Текстурку для них тянет Новый мяч финала Егор Дорогов открывает счет Мы напоминаем нашим первоспленным, что даже в клуб-борьбу не стоит пропускать повторы Особенно забитых мячей Ну опусти опорничку, черт Ну опорника, Егор Ну что ты сидишь? Ну освежи ты Перестановка вылучшена Ну нет, нет, все-таки не за передачу на месте Лео Прием, стой, да Билли, ну в топ Филипп, расскажи нам Есть ли шанс у Егора отыграться У него 10 минут осталось Есть Сейчас он проиграется Итак, 10 минут остается виртуального времени Но будет еще одна попытка Нет, уже не будет, мне кажется Это все Да, друзья, у вас есть чемпион, у вас есть победитель Александр Степин Это же раз-то мер, он встает на ухо Игорь, ну победа была брезка, видно было как-то расстроен Что не получилось? Ну, завершая атака сама не получилась Оборонялся в целом неплохо На моменте он вторая игре совсем не смог Думаешь, это заслуга твоего соперника или... Да, это полностью хорошая оборона Там, выстрел, все идеально было, сложно подобраться В концовке сначала передвинул полузащитника в атаку Потом выпустил дополнительных нападающих Получилось как-то создать напряжение, но от удара не дошло Да, получилось создать напряжение, прижал соперника, но реализовать Ну как-то создать, да, в какой-то момент не смог Надо было просто, иначе время не хватило Ну, то есть, из всех соперников, с которыми ты играл турнир Действительно ли Александр Степин все не ищет? Да, конечно А он и был фаворитом, ищет Ну, наверное, тогда не стоит расстраиваться Потому что проиграл лучшим, лучше проигрывать, наверное, не стыдно, да? Да, точно Как турнир в целом? Получил ли какой-то опыт? Ну, я думаю, что все впереди, и карьера в проигрышу сокера, она только начинается, как и в реальном футболе Желаем успехов во всех направлениях, спасибо большое! Александр, как у тебя настроение? Сейчас успокоился, все хорошо стало Прежде всего, хотел бы сказать большое спасибо В польскирском отделении гиперспорта и футбол-анкул-фа за проведение такого прикольного турнира Жалко, конечно, что не такая большая количество участников здесь приняло участие, но в целом мне все понравилось Организация была очень хорошая, спасибо за все это было круто! Уже есть идеи, как потратишь свой миллион, когда выиграешь на турнире? Ну, миллион, это не совсем правильная сумма, там она делится, 500 тысяч забирает первое место, и они делят пополам, то есть здесь 50 тысяч Ну, я не знаю, пока что это надо выиграть, это будет непростая задача, но, в принципе, если получится выиграть, я накуплю себе новую машину Отлично, ну, желаю тебе этого, надеюсь, все получится Спасибо большое